Трудные места Священного Писания с библейским порталом Акзагет. Грех увеличил благодать. Здорово, да? Нужно увеличить благодать, понятно, что делать. Но так написано у апостола Павла в послании к римлянам. Это 20 стих 5 главы. Я читаю синодальный перевод. Закон же пришел после, имеется в виду после грехопадения Адама, и таким образом умножилось преступление. Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Нет, конечно, я провокационно задал вопрос, что тогда, получается, надо грешить, чтобы благодать стала еще больше. В начале следующей 6 главы Павел ясно с этим не соглашается. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? И так далее. Ну, ладно, это все я понимаю хорошо. Да, он говорит, не грешите, вы умерли для греха. Вы со Христом, вы не грешите. Прекрасно понятно. Но что значит, когда умножился грех, стало преизобиловать благодать? Ну, какой-то, знаете ли, такой, представляется, пожарный, который приезжают пожарники и заливают, пожарный я, и заливают горящий дом водой, пеной из огнетушителей, да? То есть, чем больше пламя, тем больше средств для его ликвидации, да? В этом смысле. Но благодать ведь не просто некоторое такое средство для ликвидации греха. По-гречески харис, и наверняка об этом вы уже не раз слышали, обозначает непринужденный, незаслуженный дар, когда просто Бог дает вот потому, что хочет. Если бы была такая зависимость, вот больше греха, значит, надо больше благодати, да? Выше пламя, значит, больше воды качайте, пожарной, чтобы залить его, то теряется сама идея благодати. Не вынужденный дар, да? А на ликвидацию последствий вынужденно дают. Так, в чем тогда смысл? Смотрите, если начать еще от 17 стиха, я здесь позволю себе по своему переводу прочитать. Это, соответственно, у нас 5 глава и 17 стих. Начинается с Адамова грехопадения. «Когда один человек приступил закон, в мире воцарилась смерть. Тем более будут жить и царствовать те, кто получает изобильную благодать и дар праведности благодаря одному Иисусу Христу». Имеется в виду Адам с Евой. Ева здесь понимается как, собственно, спутница Адама, поэтому он один, но их, конечно, двое физически. Адам с Евой согрешили, в результате человечество становится греховным, да, и наследует смертность. Но Иисус Христос еще в большей степени меняет это человечество. Оно начинает наследовать бессмертие. Итак, преступление одного человека привело к осуждению всех людей, но праведность одного точно так же дарует праведность и жизнь всем людям. Соответственно, говорится, что Христос – новый Адам. В каком смысле? Он настолько же уникальная фигура для человечества. Вот точно так же все, что происходит с ним, касается всего человечества. Из-за непослушания одного человека многие стали грешниками. Адам. И точно так же из-за послушания одного человека, Христа, многие стали праведниками. Когда появился закон, стало очевидно, как много преступлений, но когда умножился грех, благодать оказалась еще изобильнее. Как смерть возвела на престол грех, так и праведность Иисуса Христа, Господа нашего, возводит на престол благодать, чтобы нам обрести вечную жизнь. То есть, смотрите, благодать – это ответ Бога на грех. И вот это самое удивительное. Человек увеличивает грех, а Бог увеличивает благодать. Он увеличивает дары, которые способны преодолеть эту пропасть, вырываемую человеком между Богом и ним самим. И благодать тем больше, чем она нужнее. А благодать тем больше, чем больше в ней необходимость. Вот необычно, да? Казалось бы, в нормальной ситуации представьте себе, что кто-то вас обижает, оскорбляет. Будете ли вы этому человеку давать все больше? Конечно, нет. Наоборот, наверное, надо будет показать, что вы обижены, каким-то образом проявить свое недовольство. Не надо мстить, не надо как-то гадости ему делать. Это некрасиво. Но, по крайней мере, что ж так вот, и давать все больше и больше? Но Павел пишет, что Бог действует именно так. И для нас это все привычные догматические формулы, что Иисус Христос умерл ради нашего спасения. Да, мы все это знаем, это все многократно повторено. А Павел говорит, задумайтесь. Умножился грех. Углубляется пропасть между Богом и человеком. Закон, очень важное для него понятие, выявляет эту глубину. Он как луч света, направленный в эту пропасть, и мы видим, насколько она глубока и страшна. А когда мы не видим, то пропасть есть, но мы не замечаем, мы не соотносим свои действия с этой пропастью. И вот свет ее высветил, мы поняли, насколько она глубока. И в этот момент мы одновременно понимаем, что крестная жертва Христа — это мост, который строится через эту пропасть. И он тем больше, тем прочнее, чем эта пропасть. Глубже, страшнее, круче и так далее. Потому что маленький мост ее просто не перекроет. Нужно какое-то огромное совершенно сооружение. Вот Павел говорит об этом. Очень часто люди смотрят на жизнь, знаете, как на погоду. Да, вот меряют там приборами, сколько градусов, какое давление, будет дождь или ясно. Ну, это важные, да, сведения. Как одеваться, как планировать жизнь. А не видят за этим какой-то воли. Нет, ну, язычники видели, что там боги разных ветров, природные силы обожествлялись ими. Но человек, который верит в единого бога, он может смотреть на эту жизнь не с точки зрения метеорологических приборов. Вот сколько у нас греха, довольно много. О, благодати еще больше, хорошо, значит, пойдем гулять, погода прекрасная. Нет, он смотрит на это, как на отношение бога к нему, к человечеству и в том числе к нему лично. И воспринимает то, что происходит, как некоторый новый акт в этой драме, которая разворачивается между богом и людьми. Вот люди увеличивают грех, а бог, надо же, дарует им еще больше благодати, чтобы эту пропасть преодолеть. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.